МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Триумф знаний. Бобручанин стал участником интеллектуального шоу. Вопросы были очень интересные. Какой результат показал юный гений? Поддельные купюры. Житель Белынич избывал фальшивки. Заменена часть слоя листа на странице с установочными данными. Что еще нашли правоохранители? Клич победы «Динамо Шинник» на финишной прямой. Хотелось бы в субботу-воскресенье видеть побольше болельщиков. С кем сразятся бобры? А также максимальные значения, самый молодой кандидат и новые правила. В республике вырос налог на сдачу квартир. Насколько вырос взнос? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Президент назначил нового заместителя председателя комитета государственного контроля, директора департамента финансовых расследований. Им стал Андрей Самбук. Ранее он возглавлял следственное управление в КГБ. Глава государства поручил новоиспеченному руководителю принять комплекс мер, направленных на дальнейшее развитие отдела. Также Александр Лукашенко определился с начальником секретариата Всебелорусского народного собрания. Должность занял Валерий Мицкевич. Работы много. Переди надо провести организованное первое заседание Всебелорусского народного собрания. Собрать 1200 будет примерно делегатов. Регламент надо выработать. Надо сделать все, что мы должны сделать на первом заседании. А это и кадровые определенные вопросы. Очень серьезные. Ну, и мне предложили проект указа по секретариату полномочия и прочее, функционал и персональный. Я пока его не подписал. Как человек опытный, надо подтянуть себе соответствующие кадры и посмотреть серьезно. И, возможно, внесешь какие-нибудь предложения. Я думаю, недели тебе достаточно для того, чтобы внести. Ну, а дальше будет видно. У тебя опыт большой. Не только аппаратный, но ты же судья сам. Да. Корни твои. Начинал. Да, уходят в судейство. Начинал оттуда. Это всегда помнится. То, откуда начинал. Поэтому все. Потом мы определимся, каким образом действовать. После глава государства принял с докладом управляющего делами президента Юрия Назарова. Александр Лукашенко отметил, результаты работы предприятий и организаций неплохие, однако есть к чему стремиться. Например, развитие направлений по производству музыкальных инструментов и лыж. Любитель фейков, житель Белыничи, сбывал фальшивки. 31-летний мужчина вместе со своим подельником предлагали на рынках Бобруйска и Кировска купюры номиналом 5000 российских рублей. Всего они успели сбыть 30 фальшивых банкнот. При обыске автомобиля задержанного правоохранителя изъяли паспорт и водительские права. Но оказалось, один из документов также подделка. По результатам экспертизы установлено, что паспорт Российской Федерации изготовлен предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Однако подвергался техническому изменению. Заменена часть слоя листа на страницу с установочными данными. На это место наклеен новый слой бумаги с текстом, включающим фамилию, имя и отчество. И фотокарточкой. Возбуждены уголовные дела. Современные технологии, временные неудобства и расцвет торговли. По итогам прошлого года товарооборот Белоруссии достиг почти 84 миллиардов долларов. Благодаря каким мерам? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. На 110 депутатских мест в Палате представителей на сегодняшний день претендуют 265 граждан. Из них 10 до 31 года. Самому молодому 23, самому старшему 66. 92 выдвиженца женщины. Кандидатами в депутаты местных советов 29-го созыва зарегистрированы 18 802 человека. Единый день голосования, напомним, пройдет 25 февраля. Товарооборот Белоруссии достиг максимальных значений за 12 лет. По итогам 2023-го почти 84 миллиарда долларов. Рост экспорта обеспечен благодаря эффективности принятых мер по переориентации товарных потоков на рынке дружественных государств. Продажи увеличились в страны СНГ. При этом сохранился высокий спрос на белорусскую продукцию в Азии и Африке. Отечественные товары сейчас поставляются на рынке более 150 стран. В республике вырос налог на сдачу квартир. Предоставление жилья в столице обойдется в 47 рублей за каждую жилую комнату. Ценник в областных центрах чуть ниже 44. Арендодатели в крупных районных будут платить 29. Ставка в других городах и поселках городского типа – 21. Во всех остальных населенных пунктах она установлена на уровне 15. Белорусские школьники будут посещать уроки безопасности с использованием VR-тренажеров. При помощи специальных очков ребенок попадет в виртуальную кухню, где ему нужно самостоятельно воспользоваться электрическим чайником, микроволновкой, включить холодильник. Программа воссоздает различные сценарии, в том числе включает задания и на знание правил пользования газовым оборудованием. Кредитные карты могут не работать ночью 5 февраля в промежуток с 3 до 6. По информации Банковского процессингового центра будут проводиться технологические работы на сетевом оборудовании. Перерывы в обслуживании возможны в пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах, а также в сети организаций торговли. Опасности зимы. Могилевская область лидирует по числу госпитализированных из-за гололедных и холодовых травм. В регионе помощь медиков понадобилась более 300 человекам. Всего в стране зарегистрировано порядка 15 тысяч пострадавших от гололеда и холода. И хотя коммунальные службы в усиленном режиме борются с опасными участками, необходимо помнить о предельной осторожности. Самые коварные места – ступеньки подъезда, восстановки общественного транспорта и горки, в том числе детские. Типичными травмами, которые происходят с людьми, это переломы лучей в типичном месте, то есть предплечье и травмы голеностопов. Зимой количество обращений к медикам увеличивается в среднем в 2-3 раза. Чтобы не стать жертвой гололеда, необходимо выбирать удобную обувь. От каблука лучше отказаться. Чтобы избежать падения, предпочтение надо отдавать сапогам на шипованной подошве из плотной резины. Живая энциклопедия. Бобруйский школьник стал участником республиканского интеллектуального шоу. Отборочные туры проходили по всей стране. В число лучших попал учащийся 3-й гимназии. В интеллектуальный мир погрузилась Елизавета Липеева. Денис Донецк. Гимназия номер 3 города Бобруйска имени митрополита Филарета Вахрамеева. Целеустремленный, уверенный в своих силах, настойчивый. Мечта, которая стала реальностью. Денис Донецк. Участник телевизионного шоу «Я знаю». Из возможных 12 баллов мальчик набрал 8. Для прохождения в следующий этап конкурса этого оказалось недостаточно. Но стоять на главной интеллектуальной сцене Беларуси – это уже огромное достижение. Вопросы были очень интересные, однако мне не хватило времени, чтобы подумать, и я волновался. Я доволен своим результатом, что я вообще приехал на шоу. Интеллектуальное шоу «Я знаю» – самое масштабное образовательное соревнование на белорусском ТВ. Стать частью проекта «Мечта» – шанс выпадает избранным. Одаренные школьники 5-11 классов борются за ценные призы и почетное звание победителя в своей возрастной категории. В мегаответственный момент участников поддерживают их проводники в мир знаний – педагоги. Переживала я сама на этой передаче, очень волновалась за Дениса, потому что на передачу он бегал со своими словами «Я боюсь» и скрылся в коридоре, улетев на сцену. Я волновалась, наверное, еще больше за него в комнате учителей. Денис Донец прокачивает эрудицию и расширяет кругозор в самом сердце Бобруйска. Третья гимназия издавна славится своими учениками. Здесь есть все для развития таланта. Профессиональные учителя отыщут искру креатива и направят на путь успеха. От желающих покорять вершины знаний здесь нет отбоя. Ребята поддерживают друг друга и мотивируют на новые свершения. Мы посмотрели шоу, когда Денис пришел в класс, все его поздравляли, мы были очень рады. Я считаю, что это очень даже престижно, отбор пройти, приехать, тоже поучаствовать, попробовать свои силы. Очень удивился, когда увидел его на таком шоу. Я давно уже знаю это шоу и не думал, что мой годный классик будет на нем выступать. Денис очень умный и веселый. На уроках он ведет себя заинтересованно. Он никогда не отвлекается и всегда любит узнавать что-то новое. Юный гений точно знает слагаемые успеха и уже начинает продумывать формулу новых достижений. В планах у пятиклассника и дальше прилагать максимум усилий и еще раз отправиться на самое масштабное интеллектуальное шоу страны. Елизавета Липеева, Станислав Щичерин, Бобруйск, 360. Спорт смелых. Динамо Шиник проведет заключительные домашние игры. Бобры уже отыграли 48 матчей и одержали 25 побед. Сейчас наши занимают пятое место в серебряном дивизионе западной конференции. Впереди важные состязания на льду. 3 и 4 февраля в 12 и 14.30 Динамо Шиник сойдется в холодном поединке с русским Витязем. Спортсменам не хватает зрителей. Побольше зрителей. И мы приглашаем у нас в последние заключительные матчи этой серии. Поэтому хотелось бы в субботу и воскресенье видеть побольше болельщиков. Билеты на матчи можно приобрести в кассе Бобруйск-арены. Болеем за наших. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok